мастер-класс про мастер-класс я в очередной раз вот столкнулся и увидел их так уже много вообще этих мастер-классов развелось но мне как все таки человеку преподававшему очень долго наверное есть определенная ревность но я пытаюсь понять что это обозначает мастер-класс да я смотрел словарях они подтверждают мое мнение что мастер-класс это ну это понятно что мастер-класс это не урок это не занятие это не практическое занятие то есть каждому учебному виду какого-то есть своя форма и название мы знаем да лекции практические занятия семинары колеками там уроки кружок встречи и так далее консультация и так далее и вот появилась новая мастер-класс новое введение необходимости всех этих новых введений и как бы об их причинах это отдельный разговор этому есть причина почему вводятся новые слова ну вот в данном случае слова мастер-класса но сейчас весь день на каждом столбе буквально то что раньше было написано репетиторство вот кстати еще одна форма было написано там уроки приглашаю и так далее сейчас везде мастер-класс ну причина есть а еще одна причина то что там слово мастер-класс я такое слово но конечно вот понтовый мастер-класс там смотрю какая-то девочка мало обучена я кстати говоря ходил на несколько мастер-класс по разным объявлениям приходит девочка которая знает в сто раз и умеет сто раз хуже меня да она собирает людей которые тоже что-то может быть умеет очень разношерстных но и но и собственные деньги короче говоря мастер-класс это сегодня новая форма зарабатывания денег бог с ним ладно ну давайте вдумаемся и посмотрим все таки в словарике особенно первоначальных не только тех современных которые дают какие-то новые трактовки тех самых которые пишут те самые которые самые мастер-классы и проводят короче говоря мастер слово мастер мы его знаем знаем что оно обозначает конечно мастер это мастер человек который обладает очень большим умением есть класс то есть вот собирается значит люди в классе отдельная группа людей мастер-класс приходит и проводит там не занятие не урок это отдельно он проводит именно мастер-класс форма мастер-класс это мастер приходит в класс и там работает он показывает показывает мастер-класс он показывает класс класс он показывает класс как надо работать все никаких уроков методик никаких никаких особых обещаний кого-то чему-то научить никаких гарантий тем более мастер-класс это возможность желающим понаблюдать как работает мастер вот и все но это же логика логика слов логика понимания ситуации почему же мы видим самые разные объявления а вот тут меня вообще как бы больше то всего поразило еще и вообще все 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 в кучу тут у них и мастер-класс и мастер-класс они тут же это продают естественно по 119 рублей хотя приглашают бесплатно я не хочу говорить про конкретную сайт про конкретную эту самую просто я наткнулся на нее и задумался первый онлайн университет живописи вранье в каждом слое рекламное вранье в каждом слое почему первый онлайн университеты я сто процентов могу доказать были до них университет почему первый университет живописи что до них не существовал университет и так далее и самое главное ну какой же это университет я расскажу анекдотичный случай вот сегодня у нас очень много университетов академии все знают и очень много академиков сейчас огромное количество как и университетов на заре перестройки когда все разрешили то я работал на фирме которая была эти вот самые уроки люди как сейчас говорят мы как бы сейчас сказали мастер-класс были были курсы курсы для взрослых и они были достаточно посещаемые по разным видам искусства этом преподавал в том числе как как бы заведующим методического кабинета а вот и когда они делали учредительные документы то искали название этим курсами я подсказал хозяину играчу вы мудрите ну пойдите и напишите академии академии дизайна и он пошел узнавать в эту организацию которая всем этим заведуем сказал ну да в принципе можно то есть можно назвать там ооо или как там образовательные курсы академии можно никаких проблем игру вот отлично говорю вы назовете это академии меня выберите академиком мы посмеялись но он что-то так и не решился вот у человека все-таки совести хватило да он назвал это как-то иначе более скромно а потом я смотрю в иркутске появляется байкальская академия фотографии и академики и там значит люди учатся в этой академии ну ладно потом я смотрю вот там иванов петров сидоров академик я начинаю читать а что это за академия это вот та самая какая-то придуманная академия которая была зафиксирована как организация и потом я вспомнил что есть еще раз кабары дуэт академии тоже можно сказать что это академия вот пойдите завтра я за и зарегистрируйте свою собственную академию ну вот онлайн ну прекрасно молодцы я не хочу как-то их критиковать и не хочу особо я я я это ведь не против тех кто это делает и я вообще как бы не против я вообще не противник образования я лишь за то чтобы все стояло на своих местах и люди наивные которые ну как бы знают меньше меня таких ну в искусстве данном случае да таких все таки много я вот собственно с ними с вами точнее и делюсь ну ребята но перестаньте выловиться на эти вот рекламные уловки их так много вообще вас тогда зазывают кто только не за вызывает и называют это все громким словом мастер-класс университет и так далее на каждом столбе но вы наверное умные примерно уже понимаете и проблема то больше даже не в обмане а он здесь явно присутствует этот словесная подмен а проблема то больше в том что за этой подменой происходит подмена сути подмена сути вот этого дела и преподавания и искусства а теперь формы вот они тут пишут мы научим рисовать живописи и рисунку каждого ну и да еще есть такие объявления где пишут что там чуть ли не за один день кстати говоря тоже полушутя могу так сказать да я научу рисовать за один день и может быть даже здесь обмана то нет но вы должны понимать что понятие научить рисовать это очень неопределенное понятие где она мера вот это вот умение рисовать я рисую всю жизнь да и я я считаю что я очень даже как бы еще не умею рисовать я многое умею в определенной мере поэтому сказать что приходи ко мне я тебя за полчаса научу рисовать это даже не вранье хотят вранье конечно но это не такое вот преступное вранье это хитрость а под нее под что по получается вот они приглашают всех с улицы буквально каждого меня тоже это сильно смущает но ребята дорогие вот вы же вы же вы же сами преподаватели вы же сами учились вы же сами художники зачем вы так сами себя опускаете вы себя опускаете вы искусство вы опускаете сложность преподавания всего этого вы опускаете на уровень одного часа приходи любой научу только заплати мне сто девятнадцать рублей все и ты будешь уметь рисовать бог с ним с враньем бог с ним с вашей совестью но вы же сами себе как говорится рубите суд на котором сидите вы же вы же опускаете свое собственное дело до уровня каких-то ну даже не курсов я не знаю как это назвать и даже не художественной самодеятельности это уровень обман фокуса ну да уровень цирка уровень балагана да это вот вот эти вот все приемчики это такие цирковые балаганные приемчики где-то на ярмарке я опять же понимаю балаган и ярмарка они нам нужны это весело это забавно балаган и ярмарка а мы но я считаю что вы художники мои коллеги и те кто хочет ими стать идя на эти курсы но они же должны понимать что мы-то занимаемся чем-то более высокими балаганом да и давайте вспомним вот университет приходите любой научим каждого а теперь вспомним даже в университет не творческий я уж не говорю про творческие вузы какие конкурсы даже в детскую художественную школу берут не всех знаете вы об этом конкурс это стимул по крайне как минимум я уж не говорю про отборка про селекцию талантов сейчас уже стыдно говорить вы обратили внимание что бездарному человеку сейчас неудобно сказать что бездарные лезет куда не надо лезть вы посмотрите как на сайтах в группах в арт-группах да вот в фейсбуке есть очень насколько агрессивны и обижены вот эти дилетанты которые записались в группу и требуют себе снисхождение все время снисхождение когда я пытаюсь их убедить что ребятам надо как-то немножечко соответствует уровне да что надо как-то бы казалось бы посерьезнее относиться к этому делу да на меня выливается такой поток вообще оскорблений обвиняют меня в спесь профессиональном там профнепригодности педагогической скажем какой бы преподавать да если я и и главное там аргумент такой если вот вы отбиваете желание вот тебе раз я и я во первых считаешь не то чтобы желать во первых это не так уж плохо человеку дать понять разобраться вообще что это он не пишет что а вдруг вы меня так вот обидите своей критикой что я брошу все это елки-палки великая потеря если ты все это в дело бросишь да да по моему мы наоборот преподаватели как раз и должны заниматься отбором и пестованием талантов да они тем что талантов ставить в рове ну в общем разговор длинный я к этим вопросам может быть вернусь просто не хочется делать длинные эти ролики сегодня речь вот про эти сегодня мастер-класс про мастер-класс и как к ним относиться ну короче говоря относитесь серьезнее и не забывайте что искусство это вершина это вершина человеческого знания умения чувства это конгломерат ну все об этом знают да люди тянутся к этому к искусству искусство это высшее проявление даже выше наверно спорта выше наверное науки поскольку она объединяется не даром искусстве объединяется есть искусство науки есть искусство там бокса искусство выше это более серьезное понятие вы когда приходите в искусство не забывайте что это вершина что это требует ни одного часа ни одного это требует гораздо больше а вот это вот с наскоку научиться рисовать где-то в какой-то непонятной академии ну думайте как вот все на сегодня